В прямом эфире «Утро» в Петербурге. Николай Растворцев, Ксения Бобрикова. Пятница, 6 сентября. На календаре петербургская музыкальная группа «Юлай» победила в крупнейшем международном конкурсе «Капелла Москва». Фестиваль проходил в столице. В нем приняли участие полторы сотни коллективов. Не только из России, 54 города, 13 стран. Вот география конкурентов Яны Новиковой и Лины Тимковской, которые этим утром заглянули к нам в студию. Доброе утро! Доброе утро! Девчонки, начнем с такого вопроса. Сама по себе вокальная музыка «Капелла» не подразумевает инструментального сопровождения. Хотя она, кстати, очень может помочь исполнителю. Звучали у вас только голоса. Получается, вы победили в самом честном конкурсе. Получается, что так. Получается, да, так. И это такой интересный жанр, потому что это сам человек создает музыку вот собственным телом. И это всегда удивительно и вызывает у зрителей... Такую эмоцию, да? Да, такую эмоцию яркую и мурашки зачастую. А у членов жюри, на что они смотрели? Все-таки вас оценивали не только зрители, но и профессионалы. Какие были критерии? Знали ли вы о них? Или это максимально личная какая-то подача того или иного музыкального произведения? Критерии были известны заранее. Оценивалось не только исполнительское мастерство, но еще и сценический образ, как мы выглядим, как мы работаем с залом. И, наверное, даже какое шоу мы способны создать. Это те самые костюмы, в которых вы были? В том числе. В том числе. А какие произведения или какое произведение принесло вам победу? Мы исполняли программу из 7-8 произведений абсолютно разных жанров. У нас были и русские песни, и народные, и эстрадные, и какая-то классика. То есть мы старались удивлять на этом конкурсе, исполнять разные произведения. То есть палитра по главам важна. Да, да. В конкурсе принимали участие иностранцы. Вот скажите, на ваш взгляд, нация, страна, лидер, законодатель мод, вот кто лучше всех поет Акапельно? На ваш взгляд, вот кто вам больше всего понравился? В этом году? Нет, в принципе, это наше что-то национальное, или, например, мы стремимся за какой-то страной, на кого-то равняемся. Или, наоборот, каждая страна настолько самобытна, что... Ну, как опера, это Италия, к примеру. Ну, Акапелла в современном понимании, это, безусловно, американская культура. Но сейчас очень многие страны не отстают. И, в частности, наши фавориты в этом году оказались в Филиппине. И мы совпали с жюри в этом смысле. Они тоже заняли и первое место, несколько первых мест, и при зрительских симпатий. Потрясающе. Да. А Гран-при завоевал хор из Африки. Они поют совершенно в другом жанре. И это удивительно, что Акапельное искусство, оно может объединять и эстрадных исполнителей, и народных, и такие вот этнические большие коллективы. Хор из Африки, они классные. Они поют, делают шоу, африканское, настоящее. И танцы, наверное, были. Да. А состав вашей группы пять девчат. Как вы собирали ваш коллектив? Как вы объединялись? Как вы подбирали голоса, образы? Мы собрались 11 лет назад. Это было случайно. Мы пели вместе в хоре. И в какой-то момент мы ехали на электричке с хорового фестиваля и просто решили разложить на голоса песню Red Hot Chili Peppers. И мы поняли, что можно петь популярные композиции Акапеллы, не только академические, не только джазовые. А тогда этого никто не делал. И мы стали записывать видео, выкладывать на YouTube. Поняли, что нам нужен битбоксер. Мы нашли тогда еще. У нас была девочка-битбоксер. Она сейчас очень популярная. Оля Кекс зовут. Вот. Потом собрались. Уже менялся состав. Сейчас мы уже с девчонками три с половиной года вместе. Слушайте, а вот всякое ли произведение хорошо будет звучать Акапельно? Смотря как его разложить, все-таки существуют какие-то нюансы. Но мне кажется, что нам, я думаю, даже кажется вместе, что любое произведение можно сделать так, в таком стиле. Это ответ настоящего профессионала. Мы предлагаем вашим коллегам присоединиться к вам, занять центр в нашей студии и в прямом эфире добавить музыки в наше утро. You like победителей международного конкурса Акапелла Москва. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дима Тorzok Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок Дима Торзок